Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Деяния святых апостолов» и мы будем читать 10 главу этой книги. Первая тема с 1 по 8 стих – это введение язычнику Корнилию, римскому сотнику. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник, из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни, народу и всегда молившийся Богу. Вот здесь мы видим, что воинская принадлежность этого человека, она никак не вредит его благочестию, его богобоязненности и его милосердию. То есть вполне это совместимо одно с другим. И римский офицер Корнилий был таким человеком, благочестивым, богобоязненным и милосердным. Он видение ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, то есть он еще и сподобился явлению ангела, который вошел к нему и сказал ему, Корнилий, он же взглянув на него и, испугавшись, сказал, что Господи, ангел, то есть ангел никогда не действует от себя, он всегда действует от имени Бога, поэтому, обращаясь к ангелу, мы через него обращаемся к Богу. Он же взглянув на него, то есть на ангела, испугавшись, сказал, что Господи, ангел отвечал ему, молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. То есть Господь не забывает никаких молитв, никакого акта милосердия, которые проявляют даже неортодоксы, даже язычники. Итак, пошли людей в Иопию, призови Симона, называемого Петром, он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Надо сказать, что были специальные кварталы кожевников, из-за неприятного запаха кож, полагалось их строить на расстоянии 50 локтей от других кварталов. Об этом говорится, в частности, в Талмуде, Гемара, трактат Кэтубот, страница 77А, и в трактате Баба Батра 25А, то есть кожевники жили такими артелями, и чтобы не ближе 50 локтей от других людей. Итак, ангел повелевает, чтобы послали за Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, еще один благочестивый воин, то есть никак служба в армии не препятствует ни благочестию, ни богобоязненности, ни милосердию, и благочестивого воина из находящихся при нем, то есть это, скорее всего, был его адъютант, и, рассказав им все, послал их в опию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. Там крыши были плоские. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление. То есть Господь попускает ему это иступление. «И видит отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие, земные звери, присмыкающиеся птицы небесные. И был глаз к нему «Встань, Петр, заколи и ешь». То есть там были разные нечистые существа, нечистые животные. Но Петр, он еврей, он не нарушал принципов кашрута. Первые христиане вообще были сторонниками всех тонкостей закона Божия. Но Петр сказал, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Петр говорит, «Нет, Богу». Он как бы говорит, «Ну ты сам же дал заповеди, что можно есть, что нельзя». Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил того ты не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо». То есть это было видение. «Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром. «Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот три человека ищут тебя, встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». То есть Петр теперь отправляется вместе с ними в дом сотника Корнилия. Когда он прибывает в этот дом, он начинает там проповедовать. Проповедовать. Но самое удивительное происходит далее. 44 стих и ниже. А Корнилий созвал всех своих близких, всех своих знакомых, чтобы проповедь Петра была бы обращена не только к нему, но и к другим людям. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушающих Слово, а там же были самые разные люди. Но через проповедь Слово Божие Дух Святой сходит на их сердца. Как сказано, блажен, читающий и слушающий слова книги сей. «И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на язычников». То есть тут могли быть и огненные языки, и дар иных языков, когда они, как и апостолы, в день Пятидесятницы заговорили на разных языках. «Ибо слышали говорящими языками и величающих Бога». Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святаго Духа. И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили Его пробыть у них несколько дней. То есть это видение, которое трижды переживает Петр, это было наставление для него не гнушаться никаких людей. И как бы кто нам ни говорил, этот человек достоин, этот человек не достоин, мы не должны придерживаться таких оценочных суждений, «Ибо о Боге сказано, что Бог не хочет смерти грешника». А уж кто недостоин, так это грешник и нечестивый. Однако в послании Кремлина Павел пишет, что Христос и умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника. Здесь мы видим, люди переживают крещение Духом Святым до крещения. Хотя по порядку, как Петр говорит в День Пятидесятницы, покайтесь, докрестится каждый из вас и получите дар Святого Духа. То есть таинство миропомазания совершается после таинства крещения. Но бывает все иначе. Человек может получить Святого Духа в самом крещении, как Евнух, который выходил из воды и получил дар Святого Духа, до крещения, как в Думе Корнилия. Но такие исключения из правила подтверждают все-таки правила. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова